Хоба! Привет! С вами доктор Влад. С утра пораньше. Да, 6 часов как раз с минутами. Вот интересно, я вот эти штаны прошлым летом носил все время, и они у меня даже без ремня хорошо были. А сейчас у меня сзади я их собрал в такую складку. В общем, они с меня спадают, если без ремня. Просто так вот поднимаешь, и они падают. Меня кто-то спрашивал, как вы себя чувствуете после того, как потеряли все эти килограммы, там, 20-30? Другой человек, другое тело, потому что ну, мозг остался, естественно. Вот, и... А тело другое. Тело управляемое, гораздо более управляемое, нежели было. Ладно. Это раз. Второе. Почему у нас вчера урагана не было, а свет отключили? Помните? Привело меня в состояние шока почти что. А мы вчера с женой съездили тут, ну, недалеко по делам. Оказывается, столб упал. Видимо, авария какая-то была. Вот. Ну, просто так столбы здесь не падают. Вот. И там стояли эти машины такие, вот эти вот краны. Там что-то делали. И потом где-то в час примерно еще отключили. Минут на 15-20. Ну, видимо, с утра запитали с резервного какого-то ну, я не знаю, источника, да? Вот. А потом сделали все взад. Ложь взад, как это, пирожные, да? Хорошо. О чем я сегодня буду говорить? Вот у меня тут кусочек из комментариев к моей статье «Чем я по футболу в России повод закрутить гайки». Американская сказка на ночь. Один товарищ тут мне написал «Неинтересно, как мировое сообщество вообще разрешило проводить спортивные мероприятия такого масштаба в государстве с тоталитарным режимом. Видимо, еще не снято розово очти цивилизованного общества по поводу того, что такое чекизм». Хорошее слово, да? Очень жаль. Подобные легковерия обычно приводят к печальным последствиям. Ну да. 36-й год. Летние олимпийские игры у Гитлера. Там, правда, очень много было протестующих. Даже пытались сделать альтернативные игры. Но ничего не вышло. Я согласен совершенно. Мало того, я написал довольно жестко. Я проще скажу, идиоты, в том числе и мои теперешние соотечественники, если поедут. Ну, тут надо разбить, я имею в виду американцев, и тут надо разбить на две части. Как разрешили. Ну, разрешили, это все-таки несколько лет назад это было. Вот. И, в общем, тогда не доходило государство российское до абсурда. Вот. Ну, а сейчас действительно, вот, тем более, сейчас как раз опубликовали вот насчет сбитого Боинга, вот этого. Вот. Причем, уже адресно обратились к Кремлю, что он, мол, давайте, признавайте, вот вам все доказательства. Уж больше-то не бывает. Нет. Нет, нет, нет. Этот Бук не наш. Мы не сбивали. Вся ответственность на Украине и так далее. И вот и сейчас. Ну, конечно, надо было бы что-то сделать. Действительно, режим тоталитарный. Зачем поддерживать? Зачем сюда ехать? Ну, правда, это не Олимпиада, как у Дитлера, а чемпионат мира по футболу, но тоже очень большой праздник, очень значимый праздник. Что тут можно сказать? Ну, не знаю. Наверное, что-то подкупили, наверное, что-то не хотят обострения. Как-то так. И вот тут мне, кстати, один товарищ уже сегодня написал, что не могу себе представить, как могут подкупить бразильскую сборную по футболу, да? Ха! Уж чего-чего? Нет проблем. По-моему, она вообще, кстати, не участвует. Но я сейчас не помню, просто боюсь ошибиться. Вот. Можно кого угодно купить, запугать. Ну, вы просто представьте, вот правильно, чекизм. У власти стоят чекисты. У них огромная сетка по всему миру, да? Вот. И можно с каждым индивидуально поработать. Кто будет сопротивляться, так случайно устроить автокатастрофу кому-нибудь из его родственников? Или что-то в этом роде. Где-то деньгами, где-то шантаж. Например, какой-то футболист. Это же можно индивидуально делать. Например, какой-то футболист, ну, там засветился где-то в неприличном обществе, там, не знаю, с наркотиками, с какими-нибудь там мальчиками и что-то в этом роде. Понимаете? Вот. Можно индивидуально, господи, этих чекистов, то уж, как собак нерезанных, на каждого завести дело, на каждого нажать. А может быть, на каждого и не надо нажимать. Можно нажать на ведущих игроков, и в каждой команде, может, пяток наберется. И все, команда же, ну, все-таки силы игроков неравны. Есть кормильцы, как называли в свое время да в ЦСКА, первую тройку кормильцы. Вот. А есть те, которые, ну, просто работяне хорошие. Вот. И если этих кормильцев прижать к ногтю, не так уж, это и много работы. И все. Они просто будут бегать, имитировать игру. Вот. А, ну, затолкнут как-нибудь всей командой. Хотя бы один мяч много-то не надо. Главное, выиграть. Ну, вот так вот. И я, в общем-то, все больше опять склоняюсь к мысли, у меня еще один ролик был там, что сборная России будет чемпионом мира по футболу. Вот так вот. Ну, и, конечно, Путин будет на руках носить это покруче, чем Крым. Никогда такого не было. и вдруг опять, да, как Черномылин говорил. Ну, в общем, вот у меня такие мысли с утра. И осталось совсем немного. И все будут пить, как это называется, не, не Мельдони, боярку и праздновать. И сразу все забудут обо всем, о том, что денег нет, о том, что вот тут форум недавно был экономический. Ну, это смехатура. Вот читаешь, что там происходит. Да, да, будем поднимать. Они сами себе не верят, вот говорят. Те, которые собираются поднимать экономику. Как в том анекдоте, он мне нравится, доктор. Меня все время беспокоит российская экономика. Не могу спать. Батенька, нет никакой российской экономики. Это вы, наверное, водочку пьете. Ну, вот так вот как-то посмотрим, что будет. А, у нас с погодой ну, под 40 почти. Ну, сегодня вроде бы полегчает. Ночью было где-то 22, а днем будет, слава тебе, господи, хотя бы 30. Вот, уже хорошо. Ну, все, наверное, всего хорошего. До свидания. У меня очень много дел. Я тут сетку еще делаю, ну, типа забора, чтобы собачек выпускать на Бакьярд, на задний дворик. Ну, черный-то не убежит, а для рыжего метра перепрыгнуть нечего делать. У нас там был такой низенький заборчик. И вот я сейчас сетку делаю где-то метр 30, метр 40, вот так примерно. До свидания. Встретимся. С вами был с утра доктор Влад. Упс. Упс.